Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. С вами Виктория. Я, как всегда, веду свои репортажи из Франции. И сегодня в рубрике «Дизайн карьеры» я хотела бы с вами поговорить на такую важную тему, как полезные привычки. Полезные привычки, полезные навыки, которые можно вырабатывать в себе, которые можно развивать. И эти навыки будут позволять вам продвигаться к достижению вашей цели гораздо быстрее. И один из таких навыков – это навык активного, осознанного чтения. Почему я решила остановиться на этом навыке? Потому что, общаясь со своими клиентами, вы знаете, я очень часто слышала от них такие отзывы. «Ой, вы знаете, я хожу по тренингам, я читаю очень много литературы, развивающей литературы, я читаю очень много автобиографий своих кумиров, я столько всего знаю!» А когда я задаю вопрос, а из того, что вы знаете, что вы применяете в своей жизни? И вот тут выясняется, что люди попадают в ловушку, в ловушку идеи получения большого количества знаний, но эти знания лежат пассивным балансом в их уме, в их сознании и нигде не используются. Поэтому я вам сегодня предлагаю узнать некоторые хитрости, как можно научиться читать осознанно, читать активно и при этом применять в жизни те вещи, которые вы узнаете из книг. И почему я решила начать именно с чтения? Потому что, на мой взгляд, чтение – это одна из тех важных привычек, которая вообще позволяет нам в жизни двигаться в плане саморазвития. Это очень мощный двигатель саморазвития. Итак, моя первая рекомендация – это читать ежедневно и читать ежедневно минимум 30 минут в день. Пожалуйста, находите время, выбирайте время, когда вам это удобно делать. Или это вечером перед сном, или это вы утром только когда проснулись, еще лежите в кровати, найти это время, почитать, или когда вы едете в транспорте на работу. Неважно. Но очень важно, чтобы это была печатная книга, чтобы это была не аудиокнига, которую вы слушаете, не электронная версия книги в телефоне. Очень важно, чтобы это была печатная книга. Сейчас вы поймете, почему я на этом настаиваю. Ну, важно, очень важно, чтобы это была печатная книга по двум причинам. Первая причина. На мой взгляд, печатные книги, они обладают, душой, наверное, сказать неправильно, но они обладают особой энергетикой, особой аурой, которой, к сожалению, электронные версии книг не могут похвастаться. И второй момент. Когда вы читаете печатную книгу, можете в этой печатной книге делать свои необходимые ремарки на полях, свои пометки, что очень важно делать. И третья моя рекомендация. Значит, первая. Мы читаем, вырабатываем себе привычку читать ежедневно 30 минут в день минимум. Вторая рекомендация. Читать печатные издания, печатные книги. Третья рекомендация. Читать с карандашом в руках. Почему с карандашом в руках? Потому что то, что вам откликнулось, то, что вам отозвалось, те идеи, те мысли, которые для вас на сегодняшний день важны, когда вы читаете книгу, обязательно нужно подчеркивать и делать пометки на полях. И следующий момент, четвертый. Четвертая рекомендация моя, которая будет связана с третьей. То, что вы отметили, обязательно начинайте применять в своей жизни. Возьмите за правило. Если вы для себя что-то отметили, если вы для себя нашли что-то важное и отметили в книге, прямо сегодня же не откладывая в долгий ящик, начните это применять в жизни. Например, автор книги говорит о том, что нужно благодарить окружающих, благодарить вселенную, благодарить жизнь, благодарить Бога, благодарить высшие силы за то, что у вас есть в этой жизни уже сейчас. И многие это знают, многие слышали об этой технике, миллион раз они читали, но единицы, кто это применяет. Поэтому я вас убедительно прошу, когда вы начинаете читать книгу, отмечайте для себя какую-то важную идею, сразу же после прочтения книги начните это действие применять в своей жизни. Будь то благодарность, будь то какие-то другие действия, начните это делать сегодня же. И смотрите, если вы будете читать ежедневно по 30 минут в день, вы обязательно что-то будете для себя отмечать и что-то вы будете начинать делать. От хотя бы одно действие в день, то за неделю в вашей жизни появится уже 7 новых действий. Понимаете, как здорово. То есть вы в 7 раз быстрее сможете двигаться по пути к своей цели. Насколько это здорово. И моя последняя рекомендация. Если вы прочли одну-две страницы книги, и вдруг вы себя ловите на том моменте, что вы не помните, о чем вы прочитали, такое очень часто бывает. Обязательно возвращайтесь к тому моменту, где вы потеряли вот эту нить содержания главы, содержания книги и перепрочтите заново. Потому что просто читать на автомате и листать страницы, это тоже не то чтение, которое необходимо для вашего саморазвития, для вашего эффективного продвижения к вашей цели. Итак, резюмируем, что сегодня я рекомендовала. Первое. Читаем ежедневно минимум по 30 минут в день. Неважно, какое это будет время, когда. Главное, чтобы вы это время выбрали себе. Моя будет, кстати, рекомендация, чтобы это была система, лучше все время это делать в одно и то же время ежедневно. Тогда вам легче будет к этому привыкнуть. Второе. Читаем печатные книги. Читаем печатные книги с карандашом в руках и отмечаем понравившиеся, отозвавшиеся вам идеи, мысли, которые вам необходимы. И то, что мы подчеркиваем, это четвертое действие, подчеркнутые идеи, мысли, действия, мы начинаем сегодня же применять в своей жизни. И пятое. Относится к осознанному чтению. Если вы прочли страницу, две страницы книги, ничего не поняли, возвращайтесь на предыдущую страницу и начинайте читать заново. Потому что, когда вы прочли и не помните, что вы читали, о чем вы читали, это значит, что вы читали с открытыми глазами, но вы в это время спали с открытыми глазами. Поэтому возвращаемся к нашей теме осознанность, развиваем осознанность, развиваем активное осознанное чтение, и это поможет быстро и надежно продвигаться к достижению вашей цели. На этом, дорогие мои друзья, я благодарю вас за внимание. Кто еще не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Кто не смотрел предыдущие видео, где я говорила о том, как поставить, найти свою цель, как поставить ее, эту цель правильно, как ее сформулировать, как составить план по достижению своей цели, смотрите мои предыдущие видео. Кому необходима, может быть, персональная консультация, милости прошу на мои персональные консультации по скайпу, пишите мне запрос по имейл, имейл внизу под видео, или просто пишите мне в комментариях запрос, я обязательно всем отвечу. Я вам желаю, чтобы все ваши цели в жизни были достижимыми, чтобы вы их достигли, и на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего, мои друзья, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok